Огни большого города это десятки тысяч фонарей, миллионы светодиодов и бесчисленные окна жилых домов. И мало кто задумывается о том, как электричество попадает на наши с вами улицы и в наши с вами дома. Здравствуйте, я Жанна Аман, и сегодня в деталях мы расскажем вам о производстве, без которого освещение нашей столицы было бы невозможным. Этот цех – гордость завода. Здесь работают современные станки с числовым программным управлением, один из которых – координатно-пробивной. Помимо своей главной функции – раскройки самых разных деталей из листа металла, он оснащен специальной системой защиты. Встроенный лазер не позволяет пересечь красную линию, которая проходит по полу, а значит нарушить технику безопасности. Работа станка останавливается, если нарушитель все-таки попадает под невидимый лазерный луч. Игорь – один из немногих, кто знает, как управлять этим чудом техники. На этот завод он пришел обычным слесарем три года назад. За это время освоил почти все стадии производства – от раскройки металла вручную до сборки из деталей готовых конструкций и сварки. Недавно он прошел обучение, освоил все программные настройки этого станка и теперь считается одним из лучших специалистов. Раньше мы это все вручную в основном делали. Сейчас с появлением такого станка у нас работа упростилась. То есть слесарям облегчение очень большое. Благодаря модернизации производства, которая прошла на заводе в прошлом году, только скорость обработки металла увеличилась здесь в 7-8 раз, рассказывает директор по производству Мурат Сафин. Особенно он гордится тем, что вся производственная линия на заводе – это продуманная поэтапная система, которая работает для удобства персонала по часовой стрелке. И как часовой механизм она редко дает сбои. На сегодняшний день мы полностью эту сборочную линию поставили на поток. То есть параллельно собирается большая трансформатная подстанция габаритами 7 на 7, 7 на 10 метров. В нее сразу же ее окрашивают полностью, обрабатываются. Туда уже заносим готовые конструкции из ЧОО 70, из ЧОО 2-10. И практически часто мы выезжаем еще и делаем монтаж на месте. Астанинский электротехнический завод на рынке с 2009 года является сертифицированным отечественным товаропроизводителем электротехнической продукции. В 2012 году небольшое предприятие привлекло отечественных инвесторов и за последние 5 лет нарастило объем производства в 10 раз. Только в Астане около 50% жилых и коммерческих объектов обеспечиваются электроснабжением благодаря трансформаторным подстанциям этого завода. Сегодня площадь производства этого предприятия из арендованной территории в 400 квадратных метров выросла до 4800 квадратных метров собственного помещения. На покупку здания мы привлекли кредит из коммерческого банка и получили субсидию государства от 7% годовых. Это мы в среднем в месяц экономили около миллиона тенге. Можно сказать, что ежегодно мы за счет субсидий сэкономили около 12-15 миллионов тенге, которые мы отправили на модернизацию производства, на какие-то строительные работы внутри нашего завода. И они очень помогли. Аскар Сыздыков – генеральный директор завода. Когда-то он начинал свое дело в кругу четырех друзей-единомышленников. Теперь его коллектив – это немногим меньше 200 человек самых разных профессий и специальностей. По его словам, поддержка государства сыграла не последнюю роль в становлении и укреплении его предприятия. И все еще помогает завоевывать рынок и осуществлять планы по наращиванию производства. Сегодня мы до сих пор пользуемся теми же продукциями банковскими, которые работают с поддержкой государства. У нас есть кредит, который называется «Ондрес» и выдается именно производственным компаниям. Доступны очень проценты, 6% годовых. И мы круглый год активно берем эти кредиты и используем их именно в производственных целях. Однако помимо наращивания объемов производства, здесь всегда будут думать прежде всего о качестве, уверяет Бахаджан Умаров. Собрать крепкий и надежный каркас для трансформатора – это полдела. Его начинка – это еще более кропотливая работа, требующая четких знаний и особых умений. В этом цеху работают как профессиональные электромонтеры-релейщики, так и совсем молодые специалисты, только что окончившие профессионально-технический колледж. Релейная защита Монтаж, наладка, включение в наше оборудование, испытания проводим на сети нашей работы. У нас, соответственно, есть сертификаты, лицензии. Наши сотрудники обученные, специализированные, сертифицированные специалисты. Собственный штат проектировщиков, инженеров и конструкторов позволяет заводу осуществлять проектные решения различной сложности. Уверенность в качестве своего товара прибавляет использование комплектующих известных мировых производителей. И это уже оценили клиенты не только в Астане и других регионах Казахстана, но и за рубежом. Два года назад завод осуществил свой первый заказ на экспорт. Сегодня продукцию Астанинского электротехнического завода уже используют в Узбекистане и Кыргызстане. Мы представляем полный комплекс услуг от проектирования, производства, монтажа, наладки и включения нашего оборудования. И наши заказчики, они получают свой заказ под ключ. Уже продумывая о том, чтобы предоставлять гарантию не на два года, как это стандартно требует закон, а мы можем и на пять лет предоставлять свои гарантии, чтобы заказчики еще более уверенно с нами могли работать. Планы наши все-таки однозначно не останавливаются, а расти дальше, потому что энергетический рынок, он растет. И потребность именно в продукции, которую мы производим, она постоянно. И за этим есть будущее. Я смотрю, будущее только с оптимизмом. Оптимизм, к слову, добавляет и внимание со стороны Казахстанской национальной палаты предпринимателей Атамикен. В региональном этапе конкурса «Лучший товар Казахстана» завод получил первое место в номинации «Лучший товар производственного назначения». Впереди участие в республиканском этапе конкурса и борьба за звание лучшего в масштабе всей страны. Как известно, производство – это основа экономики. А рост числа таких предприятий, их стабильность и возможность выхода на зарубежные рынки со своей продукцией – это показатель здоровой конкуренции и продуманной политики государства. Смотрите нас каждую неделю на телеканале Хабар 24 и ищите наши выпуски на сайте телеканала. Обо всем самом интересном и актуальном мы расскажем вам в деталях.